Вкусовщина и отдает. Могучая режиссерская воля. Просто блестящий ансамбль. Искусство в чистом виде. Каюсь. Привет. Каждый из нас что-то очень любит. Счастливые люди и занимаются ровно тем, что любят. Но не всем так везет. Мне не повезло. То есть в принципе я занимаюсь конечно любимым делом, но в общем валандуюсь на самом дне режиссуры. В мутных темных глубинах. И смотрю наверх на всех успешных режиссеров с завистью. И меня очень, очень, просто очень, очень раздражает, когда таким прекрасным, замечательным искусством, как искусство кино занимаются люди, которые делать этого не умеют. Вот только не надо сейчас крайних искать. А почему бы не поискать? К сожалению таких режиссеров очень много. Ты получил великую возможность сделать кино. Пусть это самый бюджетный сериал. А ты выпить в губу надменно снимаешь спустя рукава. Это бесит меня на моем привычном и листом запущенном дне. Но сегодня я принес вам искусство в чистом виде. Меня зовут Андрей Цветков. И я посмотрел замечательную картину «Мастер и Маргарита». Час настал. Сюжет переплетает в себе две основные линии. Линию романа «Мастер и Маргарита» и линию жизни, наверное, немного художественно поданную, писателя Михаила Булгакова, автора романа «Мастер и Маргарита». Пересказывать это никакого смысла нет. Это тот случай, когда все увязано. Реальность и вымысел. Они перепутались, сплелись и живут в таком симбиозе, что отделить одно от другого нельзя. История жизни самого писателя Булгакова, я про фильм, а не про реальность, как бы подталкивает его писать свой великий роман. И он его пишет. Пишет интересно, с фантазией. И нам как бы показывает сам момент создания, само вдохновение. Слушайте, ну это реально надо смотреть. Давайте я вкратце всех похвалю и разойдемся. Операторская работа вкупе с работой постановщиков, декораторов, специалистов по спецэффектам, просто блестяще. С самых первых кадров, движение камеры, мягкий художественный свет, какая-то загадочность и романтичность. Очень хорошо. Вообще это очень командный фильм. Все друг друга дополняют, делают это органично. За визуальным рядом наблюдать одно удовольствие. Как работают художники с экстерьерами, просто любо-дорого смотреть. Узнаваемые современные локации легкой кистью художника превращаются в локации 30-х. Все это сделано с помощью нехитрого, но очень действенного приема. Даже не знаю, как его назвать. Вы знаете, я знаю все. На передний план выносится стройка, и у зрителя складывается ощущение большой, великой стройки. А за счет сюжета мы понимаем, что стройка это переламывает ни одну судьбу, ни одну жизнь. Есть одна новая задумка, но... Но? Она обречена. Актеры. Редкий случай невероятной гармонии. Просто блестящий ансамбль. Цыганов и Снегирь прекрасны. Как внешне, так и по-актерски. Вы писатель? Угадали. А вы? Ангел. Замечательный дуэт. Как они умудряются передавать влюбленность, интерес друг к другу, который идет изнутри, и захватывает, и ты сопереживаешь ему. Великолепно. Признаться, я недооценивал талант Юлии Снегирь, так что каюсь. Валван. Согласен. Весь второй и третий план заслуживают самых высоких похвал. Вы знаете, я такими словами не бросаюсь. Замечательный все. Гуськов, Баширов, которого я, в общем, недолюбливаю, но роль сделана отлично. Колокольников, Яценко, да просто все. Немного меня раздражал актер Данил Стеклов, слишком уж гротескно изображавший поэта бездомного. Но это, пожалуй, единственный недостаток фильма. И то, очень уж вкусовщиной отдает каюсь. И, конечно, за всем этим чувствуется могучая режиссерская воля. Михаил Лакшин. Вот это настоящий режиссер. Поверьте, он существует. Именно режиссер создает ансамбль и управляет им. И делает это великолепно. Собственно, думаю, особенно тут рассуждать нечего. Хватайте подруг, друзей и бегите в кино. Это надо смотреть на большом экране. Подписывайтесь, лайкайте, донатьте. Ну и будьте счастливы. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok